Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Можно распечатывать на черновиках. Мы распечатываем на черновиках. Всю отчетность некритичную не распечатываем, скидываем клиентам в сканах. Они нам ее подтверждают электронным письмом. Черновики у нас закончились, честно говоря, очень быстро. И мы сейчас берем ту макулатуру, которую планировали сдать документы первичные бухгалтерские старых лет. Мы их сейчас вынимаем, расшиваем и все, что пригодно для печати, используем в печати. Из-за дефицита бумаги в кировском транспорте уменьшились размеры билетов. Почта России перестала выдавать чеки при оплате услуг. Детские сады просят родителей приносить черновики, чтобы распечатывать материалы для детей. Программа Экономика. Кировским предприятиям отказывают поставлять импортные комплектующие. Это одна из проблем, о которых представители бизнеса сообщают властям. Также предприятия, в том числе малый и средний бизнес, жалуются на проблемы с доставкой и рост ставок по кредитам, цен на сырье и материалы. Власти направляют из-за сведения в правительство России для разработки мер по обеспечению стабильного развития экономики, заявляют в региональном правительстве. Также там добавляют, что ведут работу с федеральными органами власти по поиску новых рынков сбыта кировской продукции за рубежом. Для помощи бизнесу собираются пролонгировать займы и снижать административные ограничения. В дефиците лекарств чиновники винят дистрибьюторов и кировчан. Сильнее всего цены подскочили на второй неделе марта. Самые дешевые препараты из списка жизненно необходимых подорожали на 15%. Лекарства, которые в список не включены, выросли в цене на четверть. Об этом заявляет Кировский Минздрав. Кроме того, Кировский Росздравнадзор подтверждает, что у поставщиков на складах есть препараты, которых нет в аптеках. Еще одна причина опустения полок в аптеках – немотивированная запасливость граждан. Об этом заявил губернатор на совещании в правительстве по поводу лекарств. Он отметил, что препараты на фармацевтическом рынке есть, вопросы логистики сейчас решаются, за ценами следят надзорные органы. Нет поводов для паники и необоснованной покупки лекарств впрок, добавил Игорь Васильев. Ольга Бализина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM